Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком» «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас очень горячая тема, которая, наверное, последние 2-3 недели будоражит общество. Это кадастровые цены. Предложены правила Кабинета министров об изменении кадастровых цен. Уже некоторые эксперты и просто жители назвали конфискационной реформой, поскольку получается, что во многих случаях кадастровые цены недвижимости увеличиваются многократно. Государственная земельная служба объявила, что это будет в 2 раза повышение в целом, в среднем. Однако люди, которые заглянули на сайте кадастров.лв, познакомиться, что же их ожидает по их имуществу, обнаружили, что в некоторых случаях квартира в Хрущевке увеличилась в цене в 3 раза. Участок там в Юрмале возрос в цене в 5-6 раз. И это, конечно, просто вызвало огромный резонанс. И в особенности вызвал резонанс очень основательная статья нашего сегодняшнего гостя Артура Журомскиса. Это член правления Ассоциации оценщиков. Человек, который работает в оценке недвижимости уже 15 лет. Здравствуйте, Артур. Добрый день. Вот. И эта статья была опубликована на ряде информационных порталов. И она буквально по пунктам показала недочеты предложенных кадастровых цен. Мы пригласили также поучаствовать в этой дискуссии депутата Сейма Юлия Степаненко. Добрый день, Юлия. Добрый день. Которая вот как раз и в одном из своих постов на Фейсбуке назвала эту реформу «Предложенные цены и предложенные правила конфискационными, противоречащими логике развития экономики». Я думаю, что Юлия об этом расскажет. И наш третий эксперт сегодня – это Роман Голубев. Человек, который занимается темой недвижимости как журналист уже, наверное, в течение почти 25 лет. И является главным редактором журнала «Квадратный метр». Приглашаем вас звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать вопросы нашим экспертам. И я думаю, что они профессионально смогут вам ответить на них. И высказывайте также свои мнения на тему вашего имущества. Волнует ли вас эта тема цен на это имущество, налогов, которые вы будете платить в случае, если, допустим, будет принят необлагаемый минимум, либо не будет принят необлагаемый минимум, предлагаемый реформаторами нашими. Итак, конфискационная реформа. Артур, вы опубликовали подробную статью, и, наверное, именно она стала таким поводом для широкой общественной дискуссии, потому что до сих пор люди, до публикации этой статьи, люди были в таком смятении, да, они могли посмотреть на этот кадастр СЛВ, найти своё имущество, посмотреть на предлагаемую государственной земельной службой цену. Но что они могли этому противопоставить? Ну, государство хочет, и оно сделает то, что оно хочет. Так многие рассуждали. Но когда появилась ваша статья, у людей, ну, в общем-то, наверное, родилось желание всё-таки критически отнестись к этой теме. Почему вы выступили публично, почему вы не побоялись вступить в конфликт с государственной земельной службой? Ну, во-первых, главной мотивацией моей статьи, почему я на это трачу своё время, это то, что… Да, это была не просто статья, вы проанализировали 130 сделок, да, по разным секторам рынка. Да, ну, это была первая из серии моих статей, и также переговоров и дискуссий с разными инстанциями, в том числе самой земельной службой. Но эта главная мотивация была такая, что мне, как профессиональному оценщику недвижимости, после публикации информации о том, что вступает в силу новые кадастровые стоимости, и после ознакомления с отдельно взятыми объектами недвижимости, было видно, что всё-таки не соответствует истине та риторика, которая публично озвучивается, да, о том, что новые кадастровые стоимости очень приближённые к рыночным ценам. И фактически, ну, я продолжил это исследование, также и своих коллег подключили, да, и с ассоциацией оценщиков, и с разных сторон был проведён этот анализ. Во-первых, первая моя статья была об анализе просто сделок, которые заключены в земельной книге, зарегистрированы, да, и посмотреть соответствие. Конечно, мы все понимаем о том, что не каждая сделка, она соответствует рыночным принципам, не каждый объект, скажем, иллюстративно показывает конкретный сегмент, но всё-таки даже посмотрев отдельные сегменты, которые я проанализировал, было видно то, что этот разброс соответствия кадастровых стоимостей против сделок, он слишком большой. И, во-вторых, выявилась очень важная тенденция, которой до сих пор в Латвии не было, то, что кадастровые стоимости выше рыночных сделок. И это и мотивировало этот вопрос анализировать дальше, как так могло получиться у земельной службы, что у отдельно взятых объектов это было очень наиво. Кадастровая цена превышает рыночную. Кадастровая цена даже в разы превышает рыночную цены и рыночную стоимость. Только надо добавлять, что будущая кадастровая стоимость, которая с 2022 года. Предлагаемая. Предлагаемая. Ну и второй, скажем, повод моей активной деятельности – это то, что, по моему мнению, это публичное обсуждение было очень тихим. И очень коротким. И очень коротким. За две недели, да, с 15 июля до 28-го. И фактически никакой публичного обсуждения, реакции и так далее не было. И я считал своим долгом все-таки этот вопрос поднятия на эту тему открыто дискутировать. Ну и третий повод был тот, что я, как сердциновый ценщик и член правления Латвийской ассоциации оценщиков, считал своим долгом публично заявить о том, что ассоциация оценщиков никак не участвовала, не причастна к результатам, которые появились. То есть, как бы, по идее, вас должны были привлечь? Хотя должны были привлечь. Я поясню, почему. Потому что уже с 2012 года есть консультативный совет при земельной службе, в котором участвует эта ассоциация. Только одно «но» в последние пять лет фактически собраний не происходило, и наше мнение не спрашивалось, результаты не опробировались. Кучу себе. Общественное участие. Да, но, к сожалению, этого не было. Но могу сказать, что есть повод, может быть, для какой-то надежды, что это улучшится, потому что в публичной дискуссии земельная служба заявила, что они очень хотят нас опять вовлечь и посмотрим. Ну, после того, как вы им немножечко сделали такой намёк, да? Да, ну, скажем, намёк был очень, скажем, конструктивный и сильный. Наша аргументация фактически… не было противостояния нашей аргументации. Ну, слушайте, они вам написали сразу же на первую вашу статью, они вам написали ответ, и с моей точки зрения достаточно хамский. То есть, они как бы не стали вообще вникать в дискуссию по существу, а написали, что, ну, что это там за оценки, что он там вырвал из контекста, что-то тут проиллюстрировал, это всё несерьёзно. То есть, после этого они сменили тон? Я всё-таки хочу надеяться на то, что это было мнение отдельного сотрудника, хотя публикация была вроде бы со стороны земельной службы. В последующих дискуссиях тон и риторику земельная служба очень сильно поменяла, но насчёт этой публикации я также написал заявление в земельную службу, на которое, надеюсь, они прореагируют, потому что я написал, что я считаю, что затронута моя честь профессиональная, и я попросил их отозвать, публично отозвать эту риторику, которая была посвящена тому, что я заблуждаю... Вводите заблуждение общества. Ну, с чем я не согласен, и что фактически вся проблематика, на которую я вёл внимание, она фактически вся подтвердилась, что она есть. Ну, Ардур, я обратила внимание на то, что ассоциация оценщиков затем выступила с официальным таким релизом, в котором она обратила внимание властей на то, что, в принципе, подход к оценке имущества, к определению кадастровых цен нужно менять в принципе. То есть он не может быть изменён косметическими методами, а нужно смотреть в корень и исходить из стратегии развития страны. Это так? Это так, и фактически ассоциация не сказала ничего нового. Тогда, когда после финансового кризиса 2009 года был поставлен опять вопрос о том, что надо возобновить кадастровую базу, по заявлению ассоциации оценщиков был создан этот совет консультативный, в который входили специалисты из министерства, юстиции, из министерства финансов, земельной службы, ассоциации оценщиков и прочие специалисты. Этот совет проработал очень эффективно и создал концепцию о расчёте кадастровой стоимости. И эта концепция в силе до сих пор. Она была подтверждена решением Кабинета министров в 2012 году. Только, к сожалению, только отдельно взятые пункты этой концепции, где были и закреплены проблемы, которые в системе кадастровой оценки в Латвии, и были предложены решения. К сожалению, только несколько из этих пунктов реализованы, и до сих пор большинство этих недостатков, которые были в концепции и предложениях, они не реализованы до сих пор. И мы видим то, что те категории объектов недвижимости, с которыми были самые большие проблемы 10 лет назад, они до сих пор остаются. А какие это категории? Это, во-первых, те объекты, которые по своей сущности отличаются от похожих объектов в той же категории. Как, например, эксклюзивные дома в районах и в зонах, где остальные дома менее эксклюзивные, и наоборот. Менее эксклюзивные дома в очень шикарных районах и так далее. Это также по квартирам, скажем, если в довоенном доме остальные квартиры, скажем, среднего класса, но если есть пентхаус на пятом этаже… То весь средний класс платит побольше? Наоборот, скажем, здесь скорее всего была бы ситуация, что этот пентхаус был бы недооценен. И наоборот, скажем, также те объекты, которые… Незаконченное строительство, скажем, квартиры с белой отделкой, без отделки и так далее. Если остальные объекты в том же доме, и этот объект оценивался бы так же. Это по таким жилым. То же самое и по жилым домам. Но самая большая проблема, по-моему, это с объектами коммерческими. Это офисные здания, помещения, торговые здания, помещения и производственные. Фактически там проблема заключается в том, что не оценивается… Веснос? Нет, не оценивается доходность этих объектов, что очень важно. Если в первой части проблемных объектов проблема заключается в том, что нет достаточной, может быть, качественной информации о составе объекта и о его состоянии, то во второй категории это уже методологическая проблема. Ну и третий главный пункт о том, что до сих пор с самого начала земельной реформы, когда вообще началось налогоблажение на недвижимость, всё ещё продолжается расчёт стоимости земли и построек отдельно. Это, по мнению моему и также моих коллег из эстации, это вообще корень проблемы как таковой, которую надо решить кардинально, поэтому мы так остро против этого выступаем, потому что что получается? Земля не продаётся отдельно. Да, конечно. Если речь идёт о земельном имуществе, где свободная земля от застроек, сельскохозяйственная, под жилую застройку, под коммерческую, всё равно, там проблем нет. Есть сопоставимые сделки, есть анализы и так далее. Но если это земля уже с постройками, или это многоэтажные дома, или частные и так далее, сделки происходят с землёй и зданием вместе. А что получается? По этой методике, которая не менялась в корне уже несколько десятков лет, расчёт производится отдельно для земли и для здания. И поэтому искусственно делится этот анализ. Эти данные, которые берутся со сделок для анализа, они искусственно делятся, и потом отдельно каждая компонент пытается подсчитать. Если повезёт, совпадут цифры, и 1 плюс 1 будет 2, а есть, к сожалению, категория объектов, где 1 плюс 1 – это не 2, а 3 получается. Но это в корне проблема. И это противоречит тому, как происходит оценка рыночной стоимости и как происходят сделки. Ну да. Юлия, Вы назвали эту реформу конфискационной, и с Вами многие согласятся. Но в принципе, как Вы считаете, законодатель должен был бы сейчас решать этот вопрос? Да, мне кажется, что нам нужно разделить вообще сегодняшнюю тему на два больших блока. Первый блок – это что происходит с кадастровыми стоимостями, почему такой бардак, вот как наш коллега только что сказал. Кому это выгодно, об этом тоже, я думаю, что нам нужно задуматься, потому что мы знаем, что большинство, например, новых проектов не принадлежит нам, не принадлежит банк. И меня очень насторожило то, что господин Борданс говорил, когда он презентовал эти новые кадастровые стоимости, до того, как он понял, что он натворил. Он сказал так, что наконец-то нужно добиться того, чтобы была какая-то справедливость в этих стоимостях, чтобы не было так, что, например, серийное жилье было почти равноценно по кадастровому новостройкам. И здесь мы понимаем, что серийное жилье в основном принадлежит все-таки жителям, а новостройки, я не знаю, насколько уже на 99% принадлежат банкам. Это вопрос, который, я думаю, следует задать и задуматься о том, кому выгодно увеличение кадастровой стоимости. Потому что потом следом за своими заявлениями побежал опять же тот же Борданс и сказал, нет-нет, мы все-таки сделаем так, что добьемся каких-то скидок, чтобы не было совсем тяжело владельцам новостроек справляться с этим налогом. Потому что почему мы вообще говорим, почему нас очень сильно волнует кадастровая стоимость, не потому, что мы вдруг все миллионерами станем, а потому, что с этой кадастровой стоимости будет рассчитываться налог. И здесь вот мы как раз подходим ко второму блоку, я думаю, что надо смотреть в корень, мы 10 лет уже, в принципе, просто покупаем право аренды жилья. 10 лет. Это произошло в 2010 году, когда наши политики нас продали Международному валютному фонду. Международный валютный фонд, одно из условий этого фонда было расширить налоговую базу недвижимости. Это звучит непонятно, но на деле это оказалось так, что начали с того, что с каждого с миру по нитке по 5-10 евро в год будем собирать. Ну, 1% был первая ставка на жилье. Ну, что вам, неужели вам страшно платить, скажем, по 15 евро в год, но что никто не обеднеет, просто все соберем деньги вместе и как-то вырулим эту ситуацию. И вот это вот открылся этот ящик Пандоры, потому что до 2010 года налог на жилье не существовал вообще. То, что мы сейчас говорим, налог на недвижимость, политики, которые тогда голосовали, тот же самый Рейрс, тогда он был Яонайс Лайкс, когда тогда голосовали за вот этот ящик Пандоры, они сейчас смотрят на этот налог в целом. Но не надо смотреть на него в целом, надо знать, что раньше у нас был налог на недвижимость, который включал в себя нежилые помещения, да, а теперь мы уже дерем, политики дерут вот этот налог на недвижимость с каждой, с каждого домика, с каждой квартирки. С каждой дачи. И я считаю, что этот налог несправедливый, потому что, например, вот дом учительницы, которая построила его в советское время, силикатный кирпич, это советская застройка, да. Мы заходим в кадастр СЛВ и смотрим, что этот дом больше чем в два раза вырос согласно вот этим новым предложенным кадастровым ценам, это советская застройка, извините. И если учительница этот дом утеплит и сделает его энергоэффективным, тут же сразу же к ней придут и скажут, ваш дом еще в три раза дороже стал, и это совершенно несправедливо, потому что этот налог, он не позволяет вообще развиваться, он наоборот заставляет себя вот сидеть в доме, который будет, ну, более маломальски, да, как-то ты в нем сможешь еще жить. Чем позже выглядит, тем лучше. Да, это, в принципе, конечно, инструмент для самоуправления и так поиграться перед выборами, скажем, там, предложить скидки тому, этому, другому, порегулировать, какой ты хочешь видеть свой город, там, скажем, если у тебя освещение есть, то ты тогда меньше платишь, если у тебя дом грауст, да, ну, как это, ну, разваливается, значит, ты больше будешь платить. Это, конечно, очень интересный инструмент, потому что этим самым инструментом политики могут также и голоса, значит, получать в Юрмале, я так понимаю, что все голосовали за мэра, потому что он очень хорошую скидку дал, и очень хорошо, что это произошло, но, к сожалению, если мы смотрим в корень, да, то здесь нужно, наверное… Скидку сегодня дали, завтра отняли. Да, здесь нужно понять, в принципе, суть самой проблемы, и мы всеми, конечно же, как оппозиция, мы подали поправки к этому же несчастному закону о кадастровой стоимости, чтобы хоть немножечко, хоть на год отложить вот этот ужас, который грядет, для того, чтобы, в принципе, кардинально переработали всю реформу. Но мы видим, что борданс, у него предвыборный период, он, конечно же, еще больший период дал, значит, до 23-го года, он нас как бы переиграл. Теперь соревнуется, кто больше даст. Теперь соревнуемся, да. Ну, хорошо, что мы это предложили, потому что пока, по крайней мере, у него возникло хотя бы, ну вот, мы его подтолкнули, да, вот к действию, да. Вася, ты не прав. И, в принципе, мы, конечно, как тоже, как группа независимых депутатов еще с прошлого года устраивали такие дискуссионные группы с экспертами, вот по поводу, в принципе, да, налога на недвижимость, акцентируя вопрос как раз на освобождение от налога хотя бы на единственное жилье. То, что вот, вот это Манабал СЛВ, которое уже собрано было более 50 тысяч голосов, это рекордное, конечно, количество голосов за любую инициативу, такого вообще не было в истории Латвии. И мы добились того, чтобы эта инициатива второй раз зашла в СЕИМ. То есть у нас возникла идея в прошлом году, если она уже один раз зашла и продолжает собирать голоса, потому что... встание Министерства финансов, ну, придумать, как мы могли бы освободить от налога на единственное жилье жителей. Ну, то есть они в 2007 году очень легко придумали, как обременить жителей, а теперь они долго думают, как их освободить. Да. Ну, это закончилось как бы ничем, потому что новое правительство пришло, и мы тоже вот опять же вернули опять эту инициативу, чтобы напомнить хотя бы, чтобы напомнить все, что мы можем сделать как оппозиция. Мы, конечно, подаем все время поправки к закону, чтобы освободить, но нас отвергают. И таким путем мы хотя бы добились, что еще раз эта инициатива зашла. Задание еще раз дано, оно стоит, как бы, оно горит красной лампочкой и его игнорирует, но это уже на совести правительства, да. Но такой вопрос до сих пор есть. Его исказил сам Борданс, сказав, что это какое-то не единственное жилье, это примарное жилье, и там какой-то необлагаемый минимум. Нет, эта инициатива говорит конкретно о жилье, единственное жилье, которое вот на каждого по одному жилью, хотя бы, да, если не вообще отменить, независимо от того, сколько оно стоит и как ты с ним работаешь. Потому что я считаю, что нельзя наказывать человека за то, что он построил, за то, что у него есть имущество. Легально построил или купил жилье. За что, почему? Юлия, ну может быть, мы просто выбиваемся из общей картины, мы же, поскольку унаследовали собственные квартиры, приватизировали, да, то есть мы отличаемся от всех, так сказать, развитых стран большим количеством собственников, относительно арендаторов жилья. Нас хотят просто приблизить к цивилизованному миру, чтобы собственники продали свое жилье и арендовали. Кому продали? Наш менталитет не позволит так жить, во-первых, во-вторых, я согласна с Романом, то, я не знаю, друг другу будем продавать эти миллионные. У нас были звонки, уважаемые радиослушатели, мы просто не берем ваш звонок, не принимаем в студию, поскольку эксперт рассказывает, и я просто не хочу перебивать, поэтому вы звоните, я вижу, что вы звоните, и мы обязательно вас озвучим, и ваш вопрос вы зададите экспертам. Можно дополнить? Вот по поводу банков, да, заинтересованные банки. Первое, к сожалению, я скажу, что банковский портфель сейчас минимальный, нельзя говорить, что они являются владельцами большого количества квартир. Но тем не менее, вот ты говорил… Мне кажется, здесь сама основа в том, как государство хочет получать деньги. Самоуправление получает этот налог, не государство. Все равно бюджет пополняется. Суть-то в том, что ключевая, как мне кажется, ошибка. Есть объект налогообложения и есть субъект налогообложения. Объект налогообложения у нас – недвижимость, субъект, частный, человек. У нас мы потеряли уже более полумиллиона людей за все эти годы, за 30 лет. Сам этот портфель недвижимости, извините, остался, какой он был, потому что я знаю только редкие случаи, это было в Лепой сносили, там, пятиэтажки, когда-то в военных городках, да. Но, в принципе, сам этот жилой фонд остается. Прекрасная возможность пополнять, уже не думая о людях, вот мы перекладываем… Имущество есть. Да, имущество есть, и он меньше не стал, его же никто не сносит. Понимаете, мне кажется, вот это ключевая проблема, потому что мы берем кальку, которую Запад пользуется, безусловно, ну, понятно, что налог на недвижимость, действительно, государство этим самоуправлением выгоден, от него невозможно уйти. Мы взяли эту кальку, перенесли на нас, но там развивающие страны, там прирост населения, там… Постоянно что-то строится, строится, строится. У нас этого, к сожалению, нет. И мы на свой старый фонд пытаемся наложить эти… Роман, ну, я вот задавала тебе вопрос по поводу банковского финансирования сделок с недвижимостью. Какова сегодня ситуация? Сколько процентов сделок идет по жилью в ипотеку? А, ну, в ипотеку идет порядка, как бы, 60%, если мы говорим о Риге. В разных регионах по-разному, но Рига – это где-то 60% всех дел происходит с участием в ипотеке. Ну, то есть вот… А новые проекты? Ну, там нету такого разграничения, да. Новые проекты, я думаю, что больше. Но не всегда вместе с ипотекой идут. Могу сказать, что 80% точно идет с ипотекой, и там значительная часть – это участие АЛТУ. Это тоже, как бы, абсолютно понятно, потому что… Безусловно, что если вот эта кадастровая стоимость, эта кадастровая база начнет работать, ну, на рынке будет все грустно. Меня пугает то, что политики, когда они какие-то свои решения принимают, они на самом деле не общаются с профессионалами, потому что для любого человека, который, ну, вот я говорю про рынок недвижимости, который в нем там 10-20 лет, да, все шаги наперед будут понятны. Ты сделал то-то, будет то-то. Это легко просчитывается. Но никто об этом не думает. В отличие от нас, мы устраиваем экспертную дискуссию перед любой инициативой, если говорить о независимых депутатах. Но здесь я еще хочу момент такой напомнить. Когда вот, опять же, возвращаясь к этому кризису 2010 года, тогда, в принципе, самоуправление, их лишили вот этой вот… Ну, вы знаете, есть и на коммунодок, который на самом деле самый, вот, как бы, самый на развитие как раз и ориентированный, потому что государство заинтересовано развивать общество, чтобы получать большее с этого налога, да, а не вот, ну, обложить вот недвижимость, ты никуда не денешься, да, это неправильно. И государство тогда как раз и лишило самоуправлений части этого налога. Перераспределило. Они залезли в эту пропорцию, да, сейчас 80 на 20, по-моему, она упала до 77, то есть существенно обокрали, можно сказать, самоуправление. И, наверное, скорее всего, как бы взамен кинули им вот эту вот игрушку с налогом на недвижимость. То есть, в принципе, получается так, что поменяли, как бы, один налог на другой, теперь уже пропорция, как бы, вернулась более-менее, да, до кризисной времена, еще, по-моему, пару процентов не хватает, да, но налог так и остался. И здесь вот вопрос. Ну, раньше, по-моему, было вообще 90 на 10, а потом сделали 80 на 20. Ну, вот в этой пропорции подоходного налога с населением, мне кажется, вообще очень много ключевых пунктов заключено, потому что пропорция этого налога всякий раз вспоминается, когда, ну, хотят какие-то сделать движения в сторону самоуправления и говорят, ну, вы вот на этом налоге больше получите, на этом налоге больше получите. Главное, не вспоминайте, что когда-то у вас от этого налога больше оставалось, хотя то, что им дают взамен, не компенсирует фактически убытков. Ведь, допустим, вот этот налог на недвижимость, на имущество, он только в Риге имеет такой очень существенный вес, да, но и сама по себе Рига, там, 80% латвийского ВВП, то есть в бюджете Риги налог на недвижимость составляет где-то пятую часть. Вот. А во всех остальных маленьких самоуправлениях эта доля гораздо меньше, и то, что они теряют на подоходном налоге с населения, никак за счет этого налога вернуться не может. Я вот хочу еще обратить внимание на то, что существующая политика налогообложения имущества, она вообще не стимулирует инвестиции. Потому что получается, да, что как только ты сделал ремонт, как только ты утеплил, как только ты обновил фасад и так далее, ты автоматически в глазах государственной земельной службы кажешься более состоятельным, а вместе с тобой и все твои соседи кажутся. Но зато самоуправление сразу так, если ты обновил фасад в Риге, то что там, сразу налог на недвижимость поменьше. Ну, понятно, это скидка, понимаете? То есть я считаю, что применение скидок – это вообще лукавство такое, потому что тебе говорят, ну, что ты волнуешься, мы тебе дадим 90% скидку. Но сегодня скидка есть, завтра скидки нет. И ты все время висишь, как марионетка в руках у власти. Ты арендуешь эту недвижимость, получается, что на условиях, которые не знаешь ты, ты не знаешь, как они будут меняться каждый год, как решит Артур. Поэтому, например, я сторонник налогоблажения только на землю. Я согласна тоже с вами. И даже с теми предложениями, которые, по сути, может быть хорошие и цель для них хорошая, скажем, не обложить налогом жилье первое или единственное и так далее. Но нам надо понимать, если затронули эту тему насчет дохода самоуправлений, мы говорим о чуть больше 200 миллионов евро доходом от налога на недвижимость. Если какая-то часть населения этот налог не будут платить, значит, ну или надо застаток каждое самоуправление уменьшать, да, или перенести эту ношу на других, которые, скажем, на налогоплательщики, да, это производство или девелоперы и другие коммерческие объекты. Поэтому я сторонник того, что намного более социально честное налогоблажение на землю, и, конечно, там тоже могут появляться опросы, если, скажем, этот район улучшается, он удороживает и так далее, тогда ваша стоимость земли тоже повышается. Но даже такие, скажем, моменты можно регулировать, учитывая то, какая постройка там. Если вы всё-таки живёте в построенном дому, которому уже 20-30 или более лет, тогда стоимость вашего конкретного участка была бы меньше. Поэтому я думаю, что если этот вопрос настолько актуализировался, необходимо открыть дверь для дискуссии о радикальных изменениях налогоблажения. И, может быть, это и самый простой и правильный выход из этой ситуации. В дискуссии о налогоблажении всё-таки я считаю, что очень важно иметь в виду и какую-то стратегическую задачу экономики. То есть мы что хотим? Допустим, если мы переложим бремя налога с жителей на девелоперов, на коммерческие объекты и так далее. В нынешней ситуации, когда вся мировая экономика просила уже и неизвестно, когда начнётся её восстановление, а Латвия вообще в этом плане, одна из последних в Европе, в Европейском Союзе по развитию экономики. То есть, ну, душить бизнес тоже это дело такое нехорошее. Надевайте наушники, у нас есть звонок. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что у правительства одна извилина в мозгу. Значит, разрушили всю промышленность, созданную в советское время. Сейчас бизнес мордует, весь разъезжается. Сейчас ещё в шесть раз посчитали, кадастровую стоимость хотят увеличить. Ну, я призвал бы жителей Латвии в Риге прокатить, не голосовать ни за одну латышскую партию. Хватит их грабить народ. Понятно ваше мнение, да. Ну, я думаю, что латышские и нелатышские тут вообще не имеют значения. Я думаю, что имеет значение всё-таки экономическая база людей, которые принимают решения. Мне кажется, что вот с математикой, ну, и даже с арифметикой у них как-то не складываются отношения. Как бы министерства пишут о том, что не надо сильно переживать, что объём налога увеличится с 202 миллионов до 200, по-моему, 34 миллионов в 2022 году. Но когда начинаешь смотреть по объектам, ты не понимаешь, ты, ну, там, ты видишь, тут потлонивший назвал цифру 6, но я не знаю таких объектов, чтобы в 6 раз. Ну, я смотрела сама в Юрмале. Ну, у большинства я вижу, там есть, что в 3 раза, там, где-то там на 50 процентов, да. Ну, если ты смотришь на отдельные объекты, ты не понимаешь, как всего лишь такой небольшой прирост. Может быть, конечно, они кому-то скидки будут давать, но я пока таких объектов не видел, где кадастровая стоимость в 2022 году будет ниже, чем она была вот на данный момент. Это тоже очень интересно. Учитывая то, что земельная служба уже больше года занимается по заданию борданса, вот этой разработкой, потому что один раз мы уже отменили вот на год и перенесли вот этот, да. Учитывая это, может быть, есть ещё такая версия, что это как в сказке детской про старика, у которого был очень маленький дом, который жаловался, что ему тесно, и мудрец ему сказал, заведи туда лошадь, заведи корову, свинью, овцу и поживи с ними недельку, да. И потом он начал выводить их по одному и увидел, какой же у него просторный дом. Может быть, это сказка о том, как борданс сначала душит нас, предлагает нам суперплохую версию, а потом начинает торговаться и предлагать сам же от своей работы, да, скидки какие-то, да, и вот отступные. Возможно, это такая версия. Может быть, учитывая вот специфику поведения министра юстиции, я очень хотела бы надеяться, что это просто такая игра предвыборная, и мы просто вот сейчас свидетели этого. Юлия. Но если мы говорим, да, о банках, то, может быть, да, может быть, это какое-то искусственное увеличение кредитного портфеля. Это вопрос тоже, так знаете, вот… Ну, вы знаете, я бы честно думаю, что банки, ну, никаким образом к этому отношения не имеют, им самим точно так же абсолютно невыгодно это все, повышение кадастров. Я думаю, что без банков вот это увеличение кадастровой стоимости вообще не могло бы быть опубликованным. Я не соглашусь, потому что у банка противоположная логика. Извините, у меня есть кредитополучатель, если на него еще возрастает дополнительная нагрузка, то он для меня будет более плохим клиентом. Ему дадут скидку. Потому что риски мои не получить свои деньги. Но сама стоимость возрастет. Я тоже, я добавлю, может быть, свой комментарий. Этот аргумент чуть-чуть с другой стороны мы подняли сами в дискуссии с земельной службой, где мы также указали, что необходимо учитывать, какие негативные последствия были бы у очень завышенной, очень повышенной налоговой базы и налогового времени коммерческим объектом. Потому что коммерческие объекты оценщики оценивают по доходу. В доходной части также есть и раз затраты. И одна из затратных позиций – это налог на недвижимость. И я думаю, что банки как раз проиграют, если налог на недвижимость коммерческим объектам сильно возрастет, да и любым объектам. Потому что фактически стоимость этих объектов, она же пропорционально не увеличится, она наоборот занизится из-за того, что затратная база увеличивается. Но я думаю, что самая большая проблема в том, что пока не было публичных дискуссий и выступлений насчет изменений налоговой политики, это только сейчас начинается. И фактически получается так, что все внимание заостренено на кадастровой стоимости. И, скажем, с моей точки зрения, как профессионала, конечно, надо, чтобы о чем-то судить, надо сначала иметь адекватные и корректные данные. Если система налогообложения в Латвии построена на том, что облагается недвижимость земля плюс постройки, тогда чтобы что-то моделировать, думать, какой был бы налог, какие, может быть, дифференциации по разным социальным группам и так далее, сначала надо иметь исходную базу данных, на чем тогда работать. Сейчас, к сожалению, до сих пор я считаю, что эта база, она недостаточная, но и она с ошибками, и необходимо ее улучшить. То, что надо что-то делать и на самом деле, скажем, заморозить те кадастры стоимости, которые у нас имеются сейчас, это на самом деле не решение в корне, это, может быть, решение временное, чтобы что-то поменять, улучшить, но фактически нам надо учесть то, что и сейчас в тех кадастрах, стоимостях, которые на данный момент у нас в силе, там те же проблемы. Есть большие несоответствия, есть также объекты, которые от рынка очень сильно отстают, есть объекты, которые намного ближе приближены к рыночным ценам, и нет такой, скажем, корреляции, если смотреть на отдельные категории объектов или на отдельные, скажем, категории населения, это бремя налоговое, оно не пропорционально, оно не коррелирует, к сожалению. Поэтому все-таки я сторонник того, что надо смотреть вопрос в целостности, но по отдельным компонентам, разлив, и тогда можно прийти к логичному. Для меня еще один важный момент такой, что на конференциях в 15-14 годах, когда выступали представители земельной службы, они всегда говорили о том, нам бы, как в Швеции, иметь 90%, ну, чтобы кадастровая стоимость составляла 90% от рыночной. Сейчас, мне кажется, тоже один из болезненных моментов это то, что приняли решение, что сделать кадастровую стоимость совместить с рыночной, то есть сделать 100%. Мне кажется, это тоже абсолютно неправильно, потому что рынок, вот недвижимость, он живой, он меняется. С моей точки зрения, если бы вот так что-то сохранять и оставлять, да, то должно быть, ну, как минимум, 85% должно бы составлять, потому что тогда рынок, он проседает, растет, тогда кадастровая база от этого не зависит, точнее, налоги от этого не зависят от того, что происходит на рынке. Вы знаете, я добавлю, вы затронули очень правильный и интересный момент. Когда были первые дискуссии о налоге на недвижимость, и когда также ассоциация участвовала, оценщиков, мы привели тот же шведский пример. И в Швеции эта буферная зона была сначала 75%. И так, и так, и первоначально было. Потом это изменилось на 85%. А вот в последних изменениях, и эти 85%, они и в той же концепции по улучшению кадастровой расчета кадастровой стоимости. Но в последний момент, в третьем рассмотрении законопроекта были поданы изменения, где вместо соответствия 85% поставили, что доступное, допустимое соответствие от 0,9% до 1,1%. То есть даже в корне была поставлена возможность, что кадастровая стоимость может быть 10% выше рыночной. Что вообще тотально неправильно. Спасибо большое нашим сегодняшним гостям. Артур Журовский, член правления Ассоциации оценщиков, Юлия Степаненко, депутат СЕЙМА, и Роман Голубев, редактор журнала «Квадратный метр». Сегодня мы обсуждали кадастровую стоимость недвижимости, которую предложила Государственная земельная служба. Вызвало это предложение большие дискуссии, и я надеюсь, что они продолжатся. У нас было много телефонных звонков, к сожалению, мы не смогли их принять. Благодарим слушателей за участие в программе. Судя по вашим звонкам, вы нас слушали. И мы наверняка вернемся к этой теме через какое-то время. Спасибо.